Прикосновение к Вечности День 2 Смерть, умирание, величайший портал Часть 2 В прошлый раз мы говорили о порталах, о точках доступа в состоянии присутствия. Конечно, это метафоры. Не следует долго задерживаться на самом портале. Он для того и существует, чтобы пройти сквозь него. С другой стороны, необусловленное входит сюда через него, посредством него проявляется. Даже сэрэндая через какое-то время перестанет быть порталом, потому что станет вашим естественным состоянием несопротивления. Сэрэнда – это переходное состояние между сопротивлением и несопротивлением. Вы ослабляете сопротивление, и наступает сэрэнда. Если нет сопротивления тому, что есть, нет большей сэрэнды. Так же и настоящий момент, один из самых больших порталов, становится простым присутствием, когда исчезает ваше движение между прошлым и будущим. Одно вневременное сейчас. Самый большой портал, вы практиковали его здесь, – это сейчас. Сэрэнды приводят вас в сейчас. Любой портал приводит в сейчас. Смерть приводит в сейчас. Внутреннее тело, которое мы уже ранее упоминали, приводит в сейчас. Состояние пробужденного внимания, осознанности, присутствия, в котором мысль занимает второстепенное положение, либо вообще исчезает. В любом случае, мысль больше не доминирует над вами. Она теряет свою силу делать вас несчастными, потому что вы теперь не относитесь к ней серьезно. Помните нашу недавнюю практику? Не относиться к мыслям слишком серьезно. И вы смогли, наверное, заметить, что в значительной мере несчастными вас делает не ситуация, не окружающая обстановка, не конкретный человек, а мысли о них. История любого человека состоит из мыслей. Здесь идентификация. Мысли все время что-то вам говорят, все время интерпретируют в соответствии со своей обусловлением. Страдание возникает не от боли, не от ситуации. Она такая, как есть. В сонатах Шекспира можно встретить такое. Ничто не хорошее, не плохое. Но мысль делает его таковым. Конечно. Все началось с момента вкушения плода с древа познания добра и зла. Началась мысль. Мысли. Интерпретации продолжаются, но вы не относитесь к ним теперь серьезно. Вы понимаете, что во всех ситуациях несчастье возникает из мыслей, из истории, которая ткется из простоты настоящего момента. Часто настоящее не вписывается в историю. Столкновение между тем, какими вы, согласно вашей истории, хотите быть, с кем вы хотели быть, чем заниматься, и тем, кто вы есть. Столкновение. Я полагаю, что многое, что вам приходится здесь делать, не совпадает с вашей историей о себе, с тем, как вы себе все представляли. Итак, самое великое отречение, в сравнении с которым другие отречения практически малозначимы, вторичны, и чаще всего они срабатывают. Отказ от собственности, от секса, от многих других вещей, очень быстро формируется новый ментальный образ «я», «я», который отрекся. О, это очень коварное явление. Эго входит через заднюю дверь. Вы бреете голову, отказываетесь от прежнего имени, принимаете новое духовное имя, одеваетесь в другую одежду. Все это хорошо. Так вы расстаетесь со старой идентификацией. Но коварное эго входит через заднюю дверь. Оно неуловимым образом формирует новую идентификацию. Вы теперь тот, у кого бритая голова, кто носит особую одежду, кто ходит с чашей для подаяния и прочее, прочее. Вас будут уважать как монаха, если вы живете на востоке. На западе на вас не обратят внимания. Когда к вам относятся с почтением, это незаметно укрепляет чувство «я». Если вы окажетесь на западе, то люди, завидев вашу чашу для подаяния, спросят «почему бы вам не пойти и не заработать себе на жизнь?» Вряд ли это устроит ваше эго. Очень легко отказ создает новый образ «я», новую историю. Вы теперь отказавшийся, в некотором роде избранный. Очень часто такое случается. Но в случае предельного отречения, ничего подобного не происходит. Вы отреклись от самих корней, из которых вырастает лорное «я». Вы отказались от самой мысли, от потребности думать. Мысль очень прилипчива. От нее не так легко отказаться. Она возвращается. Волны мыслей. Что вам делать? Наблюдать за волнами мыслей. Вы можете утонуть в них, потерять себя, пока снова не выберетесь из них. На какое-то время вы опять присутствуете, вы пробуждены, внимательны. Затем приходит новая волна. Но вы можете продолжать быть свидетелем, не позволять захлестнуть себе. В этом случае волны стихают быстро. Тот, кто целиком утонул в них, остается там много дольше. Движение мыслей. То, что мы здесь пытаемся делать, это позволяем всему происходить. Если вы займете позицию делателя, все снова превратится в проблему. И я вернется на свое место. Мы не стараемся освободиться от мыслей. Состояние присутствия само хочет проявиться. Мы просто позволяем ему это сделать. Мы кооперируемся с ним. Большой помощью будет, особенно здесь, потому что человеческий ум обладает невероятной инерцией, позволить своему вниманию переместиться в тело, вместо того, чтобы целиком центрироваться в голове. Вы позволяете своему вниманию погружаться все глубже в энергетическое поле тела. Это становится якорем, удерживающим в настоящем. Древний метод медитации основан на переводе внимания из потока мыслей в тело. Все ваше внимание поглощено мыслями. Это нормальное состояние. Мне сказали, что в нашем ашраме вас научат медитации, которая восстановит вашу связь с телом. Сам я не знаю этого метода. Но, скорее всего, он будет напоминать буддийскую медитацию под названием Випассана. Некоторые из вас ее знают. Она переводит внимание в тело. Я бы не хотел давать вам особую технику как таковую. Достаточно просто указать на возможность чувствовать жизненность внутри вашего тела, когда вы сидите здесь. Тело превращается в портал. Сначала в той или иной его части вы можете заметить некоторые ощущения. Вы идете дальше и начинаете чувствовать пространство. Так тело становится порталом. Вначале в сознании возникает объект, который я назвал внутреннее тело. Но если вы идете глубже, появляется наблюдающий за наблюдением. Исчезает чувство «я». Двое становится одним, охватывающим все вокруг, осознанием присутствия, которое наполняет собой все тело. Особая жизненность. Весь мир становится живым, когда вы в состоянии присутствия и не умерщвляете происходящее своими концептуализациями. Вы чувствуете великую жизненность. Так проявляет себя целостное энергетическое поле тела. Вы поселяетесь в нем. Вы есть это. Ум, не получая вашего внимания, не может теперь непрерывно генерировать мысли. Вы подключены к безграничному полю разумности, к той единой разумности, из которой рождается весь универсум, который затем предстает в виде цветка, дерева, в виде планет, других галактик. На какое-то время он проявляет себя и как ваше физическое тело, которое содержит в себе великую разумность, каждая клеточка, каждый орган. Ни один человеческий ум не в состоянии так контролировать все функции тела. Соедините все компьютеры в мире, они не смогут поддерживать функции одного единственного человеческого тела. Нужно скоординировать между собой тысячи функций. Но это постоянно происходит посредством вселенной в него разумности, безо всякой мысли. тело не думает, что ему делать, так же, как цветок не думает, как ему быть цветком. Все происходит. Вы готовы войти в портал внутреннего тела. У вас есть доступ к этой безграничной разумности. Почувствуйте эту жизненность. Вначале в одной какой-то части тела, в руках или ногах. Затем это чувство жизненности распространится на все тело, а далее на все вокруг. При этом часть вашего внимания будет оставаться здесь, в теле. Некоторые люди лучше ощущают живот, другие ладони или руки. В конце концов, вы почувствуете жизненность всего тела. Вы видели статуи Будды. Я сейчас не имею в виду китайского Будда с массивным животом. Стройное тело, и Будда отдыхает в нем. Таким образом, практика заключается в том, чтобы поместить себя в тело. Не обязательно таким способом, каким я предлагал только что. Вы можете помещать себя туда, не пользуясь никакой практикой. Если у вас есть другие вспомогательные методы, это тоже хорошо. Вы можете входить в свое тело во время медитации. Я намеренно стараюсь избежать какой-либо конкретной техники. Чувствовать внутреннее тело, не прибегая никакому методу, это так просто. Вы заметите, как это легко получается, если часть вашего внимания все время остается в теле. Просто пребывайте в состоянии пробужденного восприятия. Вы осознаете, что происходит вокруг, в данном случае мои слова, и одновременно вы чувствуете энергию вашего внутреннего тела. Мыслей не возникает. Или их совсем мало. Вы можете проделывать это, находясь на природе, сидя на скамейке, на траве. Используйте портал внутреннего тела и затем смотрите по сторонам. Замечательная практика. Вы смотрите на все многообразие форм. Вы смотрите на них невинным восприятием, не интерпретируя, никак не означивая. Теперь это просто, потому что ваше внимание на якоре здесь. Это промежуточное состояние между потребностью интерпретировать, ментально означивать, и свободой от ярлыков, от интерпретаций. Но при этом вы не теряете способность к этому, исчезает только потребность. Вы свободны не думать, свободны от подыскивания ярлыков, от интерпретаций. Вы позволяете всему быть, и вместе с этим Великая Разумность начинает свободно проявлять себя. Вашими глазами Великая Разумность смотрит на мир и получает радость, в глубине зная, что все это проявление самой себя. Весь мир форм – это манифестация самой себя. Поначалу эта практика кажется чем-то незначительным. Просто сидеть и смотреть без интерпретирования. Но это самый великий сдвиг сознания, какой только может с вами произойти. Простая вещь – сесть где-нибудь. Лучше всего начинать в простых ситуациях, которые не бросают вам вызова. Совсем другое дело, когда жизнь бросает вызов. Именно тогда мысли несутся. Тогда вторгаются старые ментальные и эмоциональные клише, или вернее, хотят вторгнуться. Но вы на какое-то время можете отодвинуть их в сторону. Начинать стоит в благоприятной ситуации, не бросающей вам вызов. Наши ретриты – одна из них. Другая – ваше пребывание в вашей раме, где вы можете сесть или встать где-нибудь, восстановить контакт с внутренним телом и воспринимать свободное от мыслей. Возможно, не вполне свободное, ярлыки будут приходить и выходить, но будут и промежутки, пока другой ярлык не возникнет. Вы больше не боретесь. Нечто пришло – вы позволяете. Ничто не обладает особой важностью. Иногда мысль будет стараться вывести вас из этого состояния. Каждая мысль хочет вернуть себе ваше внимание. Ум очень изобретателен. Он старается вернуть ваше внимание, комментируя ваше восприятие и чувством или подсовывая что-нибудь совсем другое. Или даже посредством мысли, что вы должны вернуть свое внимание в сейчас. И вы начинаете думать об этом. Так он пытается вынуть ваше внимание из настоящего, из внутреннего тела, приковать его к себе, к мыслям. Спокойно наблюдайте за этим. А, да, так и есть. Ну ладно. Так вы опять окажетесь в настоящем. Вы сидите на берегу реки и смотрите на воду. Подключитесь к внутреннему телу. Удивительное событие. Вы больше не воспринимаете посредством обусловленного ума. Исчезает потребность думать. Вы свободны не думать. Единственная вещь, которую я достиг в жизни, если вообще это можно считать достижением, у меня исчезла потребность думать. Несколько лет назад кто-то спросил меня, чего ты достиг в жизни. В то время я еще не написал ни одной книги, так что я еще не достиг ничего. И все, что я мог ответить, было, у меня больше нет необходимости думать. Конечно, это было оценено невысоко. Вы не становитесь недееспособными. У вас появляется новый способ функционировать. Понадобится несколько лет, чтобы привыкнуть функционировать в мире в этом состоянии. У меня в свое время не было учителя. Новое сознание внезапно захлестнуло меня. У меня пропал всякий интерес достигать что-либо в этом мире. постепенно выработался навык функционировать в новом состоянии сознания. Но у вас есть наставники, а у меня их не было. Какое-то время человек чувствует себя непривычно, когда в нем пробуждается новое сознание. Рамана Махарши, говорят, на какое-то время оказался недееспособным. Он даже не мог самостоятельно принимать пищу. С точки зрения западного человека, он, конечно, стал дисфункциональным. К счастью, в Индии подобные духовные феномены высоко ценятся. Это состояние не было интерпретировано как болезнь. На Западе обязательного. И так нарождается новое. Конечно, это иной способ бытийствовать в мире, иной способ взаимодействовать, иной способ воспринимать. Конечно, поначалу это странно. Я хочу, чтобы вы заранее были готовы и позволили ему происходить. Вначале, когда вы созерцаете природу, будь то река или дерево, входите в это состояние восприятия, свободное от ярлыков, от ментального названия. Вы почувствуете особую жизненность в глубине вашего восприятия, пробужденность, которая делает восприятие возможным, присутствие, посредством которого восприятие происходит. Вы чувствуете это, как глубоко расположенную тишину, наполняющую собой все ваше бытие. Вокруг вас пространство тишины, в которой происходит восприятие как таковое. Вы и есть это пространство тишины. Оно также включает в себя и ваше тело, которое уже перестает быть телом. Тело дает вам доступ в это пространство. Когда вы проходите через этот портал, открывается безграничность. Вы начинаете доверять своему телу. И вот вы сидите и смотрите на течение реки, на мелких насекомых, как они двигаются, на проходящих мимо людей. Два измерения, когда вы смотрите. То, что вы воспринимаете, и то, что делает восприятие возможным. Поле восприятия, пространство. Вы поселяетесь в обоих мирах, в мире форм и в неимеющем формы. Но больше вы поселяетесь в неимеющие формы, сохраняя при этом способность взаимодействовать с миром форм. Вот так вы можете использовать здешнюю обстановку. Каждый знает, что созерцание учит, особенно природа, тишина, река. Но и вы нечто даете им. Ваше восприятие делает их существование до конца определившимся. Не хочу вдаваться в философские спекуляции или во что-либо, требующие слепой веры. Я лишь предполагаю, что была бы река здесь, если бы вас здесь не было. Вы воспринимаете ее, осознаете ее. Нужны двое, чтобы река была здесь. Святость. Она внутри или снаружи? Была бы святость, если бы никто не знал о ней? То же самое вы можете практиковать в комнате. Конечно, ваша комната не такая комфортабельная, как у вас дома, если вы не какой-нибудь аскет или монах. Что-то здесь вам может не нравиться, что-то плохо работает, что-то не того качества. Но вы также можете сесть и созерцать вещи в комнате. Вы садитесь на стул, 10-20 минут созерцаете и позволяете всему быть без ярлыков, без суждений. Я был удивлен этому состоянию, когда проснулся утром после ужасной ночи, когда мое умом созданное «я» неожиданно растворилось. Оно вызывало столько страдания, что саморазрушилось. Я не мог дальше жить самим собой, и «я», с которым я не мог жить, вдруг исчезло. А что осталось? Я присутствие. «Я есть настоящее. Ничего другого, только это». Я проснулся, открыл глаза и посмотрел на комнату, в первый раз ничего не обозначая словами. Не зная названий, я знал, что все живое. Я был удивлен. Я бродил по городу в этом состоянии неназывания. Тогда я не знал, что перестал давать всему ярлыки. Я ничего не знал. Все, что я знал, это внезапно остановившаяся внутренняя тишина, душевный покой. Даже в центре города мир был везде. Я не понимал, почему. Я не знал, что мой ум внезапно остановился. Много позже в разговоре с бодистским монахом он рассказывал об остановке ума. Я понял. вот что тогда было со мной. Сейчас я полагаю, что подобное происходит не только с отдельными индивидуумами. Я встречаю много людей, приходящих на встречи, которые уже вышли из-за стреленности с умом и вошли в новое сознание. Не за один раз. Такое относительно редко. Они еще не научились пребывать в этом состоянии постоянно. Они могут войти в сейчас, но чтобы научиться оставаться там постоянно, требуется некоторое время. Хотя не нужно времени, чтобы войти в самосостояние. Это сейчас. Таково отречение от мысли. Открывается бездонная глубина. Вы становитесь очень глубокими. Вы понимаете, как таинственен каждый феномен природы и как он был заужен, сведен до абстракции нашим ментальным ярлыком, привычкой все интерпретировать. На ближайшие дни я предлагаю вам такую практику. Быть здесь, как наблюдающий присутствия. Пусть это состояние, свободное от мыслей, заполняет вас. Если возникает мысль, просто смотрите на нее, как на мысль, не делая из нее проблемы. Пожалуй, это ваша основная практика здесь. Практикуйте не только в покое, но и в движении. Будьте в каждом шаге. Наблюдайте, как вы идете, не превращая это в некое формальное упражнение. В буддизме есть особая медитация в ходьбе. Она очень заформализована. Детально предписывается, что должна делать левая, что правая нога, и как их движение сопровождать вниманием. В тайчи вы также не можете не держать в уме траекторию попадания в конечную точку движения, на чего будете нерадивым учеником. Вы можете целиком отдаться тайчи, но всю оставшуюся жизнь вести в состоянии идентификации с умом. Такой подход непродуктивен. как вспомогательная практика она может быть полезна. Руки движутся отсюда туда. Я не владею этой техникой. Я совсем не знаю тайчи. Я знаю присутствие. Руки движутся. Обычно вниманием вы устремлены в конечную точку движения, в ментальную проекцию в будущем. Вы ищите конечного результата. Настоящий момент превращается в средство для достижения. Когда вы берете в руки стакан воды, вы хотите, чтобы вода поскорее была в желудке. Вы увлечены ментальной проекцией будущего. Множество людей так живет. Будущее тянет их к себе. Ментальная проекция определяет их действия. Они преследуют свою ментальную проекцию каждым своим движением. Внести присутствие в движении означает перестать делать из него средства для достижения умозрительной цели. Не нужно стремиться куда-то попасть. Вы уже здесь. Здесь практикуя незначительные вещи, такие как питье воды в состоянии чистого осознавания, в котором данный момент не стремится стать следующим моментом. Вы не спешите поскорее покончить с питьем воды в страстном стремлении, что дальше. Следующим моментом может стать журнал или ТВ. Ум ищет, во что ему реинкарнировать, в какой новый поток мыслей, чтобы вы могли идентифицировать себя с ним. Вы берете телефон, чтобы поговорить с кем-нибудь. Вовсе не необходимый звонок, лишь бы что-то делать. В начале начните все это выполнять на меньшей скорости и использовать физическое движение как пространство для осознавания. Вот стакан движется к вашим губам. Вы присутствуете в этом движении. Почувствуйте нюансы, прикосновение к стеклу, его температура и тому подобное. Когда пьете, мысль не возникает в этом действии. Вы ставите стакан обратно на стол, опять появляется пространство для чистого присутствия. Прекрасно. Действие приобретает совсем другое качество, чем когда вас тянет к себе проекции будущего. Простое движение, хождение по комнате. Пребывайте в присутствии, не стремитесь попасть в конечную точку. Ничто не изменится, когда вы перейдете из одного угла комнаты в другой. По-прежнему вы сейчас, в настоящем. Или вот вы поднимаетесь по лестнице. Прекрасно. Присутствуйте на каждой ступеньке. Вы достигнете цели своей жизни, когда подниметесь до верхней ступеньки? Нет. Это просто другое место. Вы опять в сейчас. Есть опасность впасть в ошибку, если занимаясь этой практикой, вы будете стремиться приобрести что-то для себя. Настоящий постоянно входит само и затем унифестирует себя, например, в виде другого человека, который поднимает стакан воды в состоянии безмысленного присутствия. Это происходит. Настоящий момент возникает посредством вас, но с ограниченной точки зрения вашего «я» кажется, что вы занимаетесь духовной практикой. Жизненно важно здесь, что осознанность сама входит в происходящее. Она сама желает проявиться. Позвольте любым событиям возникать в настоящем. Вначале в простых ситуациях и, конечно, здесь, сидя в зале. Настоящий момент возникает и здесь. Затем вы выходите из зала и начинаете взаимодействовать с миром, с другими людьми. Начинаются вызовы жизни, реальной жизненной ситуации. Незначительные происшествия уже могут возникать, когда вы сидите на природе. Но настоящие вызовы приходят вместе с другими людьми, потому что в большинстве случаев человек является собой свой ум, обусловленный ум. Когда вы произносите слова, ум присутствует очень явно. Концепция слова вы тонете в ментальном потоке. Диалог представляет собой реакцию в виде потока мыслей. Вы теряете внутренние состояния сознанности. Вас целиком начинает нести поток мыслей. Вы даже не замечаете, вы увлечены. Итак, еще раз, когда будете общаться друг с другом, старайтесь, чтобы поток мыслей не уносил вас в реактивное состояние. Слушайте, предоставляя все внимание другому человеку. Ваша практика состоит в слушании и одновременном восприятии внутреннего тела. Не многие умеют это. Они тонут в своем уме. На самом деле они слушают не вас, они слушают свой ум. Там они хотят найти то, что затем будут говорить. Ум интерпретирует все, что вы воспринимаете, заменяет явление ярлыками. Умение по-настоящему слушать означает умение пребывать во внутренней тишине во время слушания. Только так можно услышать. Слушать из состояния безмолвия, из состояния осознавания безмыслей. Это есть слушание. Все другое не является им. Эта способность из-под воль формируется у психотерапевтов. После многолетней практики некоторые из них вырабатывают в себе умение слушать. Только с этого момента они становятся по-настоящему эффективными в своей профессии. Потому что только в этом состоянии великая разумность, превосходящая собой накопленные знания, может проявить себя в действии, не прибегая к ментальным ярлыкам, не припоминая, что ваш набор симптомов называется так-то и так-то, и тем самым не относя вас к той или иной категории пациентов. После многих лет слушания с опорой на приобретенные знания, психотерапевт устает пользоваться накопленным и сам становится знанием. Возникает состояние обостренного восприятия безмыслей, и человек входит в него. И тогда настоящее лечение становится возможным. Необусловленная разумность приходит в действие. Неверно приписывать это качество только себе. Нет, возникло пространство сознания, и оно начало проявлять себя посредством человека. Когда пространство разумности уже возникло, оно входит в ситуацию в виде какого-нибудь внешнего благоприятного фактора, с которым ваша ситуация возможно изначально никак не была связана. Итак, слушайте, в чем бы ни выражалось ваше взаимодействие с другим человеком. Пребывайте в состоянии чистого слушания, чистого внимания. Поселитесь там, чувствуйте внутреннее тело, когда вы слушаете. Вы слушаете своим целостным телом, вы уделяете этому все внимание. Не так уж и важно, какие звуки исходят изо рта собеседника. Раньше вы реагировали на издаваемые звуки, но сейчас в состоянии осознавания безмыслей вы восстанавливаете связь с таким же измерением в другом человеке. Вы проникаете за ширму ума и прикасаетесь к необусловленному сознанию, которое также присутствует в другом человеке за потоком его мыслей. В процессе вашего общения в другом человеке рефлекторно может пробудиться его необусловленное сознание и выйти на передний план. В этом суть духовного обучения. В значительной степени это то, что происходит здесь. когда вы сами в состоянии чистого слушания начинаются чудесные превращения в людях вокруг вас. Ваше внимание не поглощено словами выходящими изо рта собеседника. Да, слова есть, вы их слушаете, но есть и нечто более того целостное пространство восприятия. вы смотрите сквозь обусловленность человека. Это новый способ бытиствования в мире. Вначале вы можете чувствовать себя несколько странно, слегка неловко, потому что у вас наперед не заготовлено ничего, что сказать в ответ. Возникает страх. Другой человек может замолчать, иногда такое случается, люди перестают говорить, или он может задать вам вопрос. Вы внутренне молчите, и неожиданно ответ приходит сам, неподготовленный, неотрепетированный. Часто это именно то, что другой хотел услышать от вас. И вы сами можете быть удивлены. О, как хорошо я сказал, это нужно записать. Практикуйте пространство восприятия на природе. Растения, животные, река, небо. Затем продолжайте практику, общаясь с миром людей. Мир людей, конечно, более вызывающий, чем мир природы. Люди трудные, они для того, чтобы бросать вам вызов. Проснувшись утром, у многих людей естественным образом возникает состояние безмысленя. Вы открываете глаза, сознание уже здесь, а мысли еще не пришли. Похожее состояние может возникнуть вас, многие не замечают этого, когда неожиданно сталкиваетесь с красотой. Естественным образом возникает короткий промежуток отсутствия мыслей. Есть только глубинный отклик на красоту. В момент опасности тоже естественным образом мысли исчезают. Моментально рождаются нужные действия. Нет времени думать, перебирать в уме варианты, как поступить. Происходит сдвиг из мысли в осознанность. Правильное действие возникает незамедлительно. По этой причине некоторые люди ищут опасность. Они не знают почему. Обычно они объясняют это потребностью в адреналии. Он является побочным продуктом пробуждения жизненности. Но в действительности так и не воспроизводят в себе состояние осознавания и безмыслей, в котором они так востро чувствуют жизнь, как никогда прежде. Единственным способом снова пережить это становится помещение себя в ситуацию опасности, где малейшее движение ума может привести к катастрофическим последствиям. Ум не справляется, вынужден сойти на нет, и тогда наступает состояние присутствия. Например, вы взбираетесь по отвесной скале, вы тотально в состоянии присутствия. Любое беспокойство ума, и вы можете сорваться. Очень жесткий способ обучения состоянию присутствия. Попробуйте замечать состояние присутствия, когда оно возникает естественным образом, например, утром при пробуждении. Поле осознавания. Осознайте это осознавание, прежде чем он примется за свою работу. Вы можете наблюдать, как другой человек просыпается в безмятежности и как через несколько минут его ум принимается за дело. Остаток дня человек проводит в озабоченности, в мыслях. Он не здесь, он где-то в другом месте. Он проводит годы вне своего тела, в состоянии зажатости и в спазмах. Может случиться, что вы проснетесь в среде ночи. Странная обстановка, неудобная постель, приходят мысли. Они хотят, чтобы вы были где-то в другом месте. Вы представляете себе свою постель дома, такую мягкую, такую теплую. «Зачем меня куда-то понесло? Я бы мог быть сейчас дома в своей постели?» зарождается поток мыслей. Вскоре вы начинаете чувствовать себя несчастным. Итак, если вы проснулись среди ночи, тут же установите связь с внутренним телом и продолжайте лежать в нем. Интенсивная жизненность, состояние осознанности безмыслей. Продолжайте пребывать там. Ум рассказывает о проблемах. Самое его любимое время начать говорить вам о ваших проблемах и пытаться их решить это посреди ночи. Вы выходите из потока, вы присутствуете. Чем дольше не возвращается сон, тем лучше. Приветствуйте происходящее, потому что с вами осознанность. Вечером отправляясь ко сну, вы ложитесь в постель, чувствуете внутреннее тело и просто пребываете в нем. Присутствие, пробужденность внимания, осознанность. Отправляйтесь в сон из этого состояния. Не только здесь, дома тоже. Самое плохое засыпать под ТВ. Другое плохое чтение, если только вы не читаете духовную книгу и не откладываете ее в сторону, когда чувствуете, что какая-то фраза помогла вам вернуться в состояние присутствия. У большинства людей достаточно естественных навыков, чтобы привести себя в состояние присутствия. Но если вы не будете практиковать это в благоприятных ситуациях, как вы сможете удержаться в присутствии, когда жизнь бросит серьезные вызовы, а они рано или поздно будут? Я опять вхожу в противоречие с некоторыми учителями. Но вы действительно можете выбрать войти в состояние присутствия или остаться в состоянии идентификации с умом, с потоком мыслей. Нужно только не забывать, что у вас есть выбор. Ум спрашивает, кто выбирающий? Конечно, не вы. Присутствие выбирает вас, чтобы ему проявиться в виде формы. Но с точки зрения формы все выглядит так, будто выбирает она. И это полезная точка зрения. Поэтому я и говорю, что вы можете выбрать присутствие. Только не превращайте это действие в мыслительный процесс. Глубинная истина может быть выражена только через парадокс, не через аккуратно выстроенное логическое утверждение «Вот истина, вот нет». Любое утверждение это фрагмент, часть ментального потока. Если вы выстраиваете систему мыслей, например, систему вероучения, вам требуется очень точно определить, что есть что, чтобы не возникало никаких противоречий. Все должно быть логично и досконально объяснено. Но будьте настороже, когда вы сталкиваетесь с учением, в котором нет противоречий. И это структура ума. Мы здесь, чтобы выйти за, наш ретрит это лишь указатель, выводящий вас из идентификации с умом. Все указатели, которые помогают в пути, нужно использовать. Сам указатель не заключает в себе истину, он лишь подводит к ней, он лишь временное вспомогательное средство, не более того. Итак, вы можете выбрать состояние присутствия, полезная точка зрения. Нужно только вспомнить, что у вас есть выбор. Затем упражнется делать этот выбор и присутствие будет выбирать вас. Ну и что? Какая разница? Слушая различных учителей, возникает философский вопрос. Есть делатель или его нет? Люди любят отождествлять себя с той или иной точкой зрения. Они приходят к учителю, он говорит, что делать или нет, они запоминают его аргументы и начинают спорить с теми, кто считает, что делатель есть. Ум любит заниматься этим. Эгоистическое я реинкарнирует в новое верование, усваивает новую ментальную позицию. Теперь я такой, и я вам говорю, что делать или нет. Но вы много чего делаете, настаивая на своем. Если появляются вопросы, позвольте им быть. Запишите их на бумагу и завтра или в какой-нибудь другой день посмотрите на свой вопрос. Не обещаю, что к вам придет ответ, но посмотрите. Избегайте спекулятивных вопросов, они бесполезны. Избегайте вопросов, сравнивающих различные указатели. Практические вопросы относительно ваших занятий, они полезны. Избегайте вопросов, в которых вы хотите поймать меня на противоречиях. Сегодня утром вы говорили, что а вечером вы сказали, что это не так. Ум очень искусен в задавании вопросов. В книге вы говорите, что мы не можем избежать божественного процесса разворачивания универсума. Через нас он проявляет себя. Вот как мы важны. Затем на странице такой-то я читаю, что никакая форма не представляет собой исключительной ценности. Что здесь правда? Оба утверждения не могут быть правдой одновременно? Могут. Если вы спросите меня, считаю ли я себя чем-то значительным, я отвечу нет, вовсе нет, это форма. Учение проявляет себя потому, что я как форма не важен. Совершенно не важен. Благодаря этой прозрачности учение проступает. Если вы думаете, что вы какой-то особенный, исчезает прозрачность и учение перестает проявлять себя. Учение, которое как форма, не важно. Именно поэтому оно важно. я предлагаю закрыть глаза и послушать звук колокольчика, позволяя ему возникнуть и затем оставить пространство, из которого он появился. Когда звук исчезнет, останется пространство осознавания. Даже еще слушая звук колокольчика, в то же самое время вы осознаете пространство сознания, пространство за форма и не имеющие формы. Единое прикосновение к вечности. День третий силы незнания часть первая почему я так долго молчал, прежде чем начать говорить. Я не знал, что сказать. Потенциально это очень неприятное состояние. Становится дискомфортно, если я ищу что сказать и при этом не знаю, что говорить. Чувствовать, что я не знаю, но должен знать, вызывает стресс. Чтобы почувствовать себя комфортно вне знаний, нужно настроить себя на творческость и глубину. И тогда открывается доступ к скрытому знанию. Почувствуйте себя комфортно в незнании. Затем само собой возникнет глубокое знание, если незнание не будет сопротивляться ему. Вы приняли незнание. Рождается прекрасное переживание внутренней взаимосвязи всех феноменов бытия. все, что нужно знать, что действительно нужно знать, а не просто, чтобы потешить любознательность. Все, что нужно знать или что нужно сделать, вы узнаете в тот самый миг, когда это должно быть сделано. есть много чего, что не обязательно знать, а то, что действительно необходимо, всегда здесь. Оно проступает из этого состояния, в котором кажется, что вы исчезли, как отдельное образование. Чистое я знаю. Тогда вы понимаете, что все знания в виде мыслей очень поверхностно. В процессе думания вы называете объекты и вы полагаете, что знаете их. Когда вам удается что-то означать ментальным ярлыком, вы думаете, что эта тема является, не отдавая себе отчета, что всякий ярлык абстракция. Он не является тем, что обозначает. состояние незнания, о котором мы говорили вчера, когда вы гуляете по окрестностям или сидите где-нибудь и воспринимаете без интерпретации, без обозначений, это состояние незнания и одновременно глубокого знания, выходящего за пределы ума. возникает возникает необусловленное сознание. Отдельное знание, знание умственное, сменяется целостным знанием, которое не отделяет вас от того, что вы познаете. Ярлык является барьером между вами и тем, что он означает. Вы уже могли заметить, как начали меняться ваши отношения с природой и с другими людьми, потому что более 90% человеческих отношений происходит на уровне ментальных определений, интерпретаций, суждений, не принимая во внимание, что всякая интерпретация, всякое суждение не более, чем ограниченная точка зрения. Не более того. Когда вы знаете это, вы больше не обманываетесь умом. Не верите, что одна точка зрения заключает всю истину. Что одна мысль, которую вы высказываете, может вобрать в себя всю полноту явления. Это точка зрения, фрагмент, не более. признавая относительность всех мыслей, мы попадаем в совершенно другой род знания, где отсутствует чувство разделенности. Это знание по-другому называется любовь, а не едины. Любовь замутняется иллюзией раздельности. Любовь есть осознавание вашего единства с тем, что есть, которое затемняется умозрительным знанием, ярлыками, ментальными обозначениями, интерпретациями. все на что вы смотрите в состоянии незнания, незнания с точки зрения ума, вы смотрите с любовью, состраданием. Все это аспекты глубинного знания, которые ум принимает за незнание. Представьте, как изменятся человеческие отношения, если вы сможете быть друг с другом в состоянии незнания, что означает вы целиком присутствуете, целиком безмолвны, позволяя быть всем формам, которые принимают настоящий момент, в том числе и людям. Конечно, отдельные мысли будут возникать в связи с тем или иным человеком. Кто он? почему делает то или другое? Наверное, он тот-то или тот-то. Но вы признаете, что это мысль. Вы это тайно и больше не доверяете. Вы видите, что она фрагмент и позволяете ей уйти. Вы возвращаетесь в состояние незнания. Ум теперь не может вас обмануть. Постоянное пребывание в сознательном присутствии. Оно может быть выражено явно или существовать как фон, как глубинное течение, а на поверхности рябь волн ума. Все нормально, так и должно быть. восприятие чувством. Все процессы, связанные с восприятием чувством, феномены поверхностные. В конечном итоге они не приносят окончательного удовлетворения. В мире форм надолго не удовлетворяет ничто, даже если в начале все было прекрасно. Например, вы приезжаете в экзотическое место, подобное этому. Для многих это экзотика. Но окружающее не экзотика, если вы живете здесь. Через неделю оно перестанет быть экзотикой для вас. Это место не будет удовлетворять. На короткое время новые формы приятны. Затем вы чувствуете, что этого недостаточно. Я хочу новых переживаний, новых форм. Возможно, вы уже чувствуете подобную неудовлетворенность. Дома в уме вы могли представлять себя в индийском ашраме. Этот опыт добавил бы ценности вашей истории, сделал бы вас более интересным. затем, когда вы сталкиваетесь с реальностью, новизна может исчезнуть уже на следующий день. Мир форм никогда до конца не удовлетворяет. Всегда найдется что-то, чего вы не предполагали, что кажется нежелательным. Павок в кровати, например, или что-нибудь похуже. А рано или поздно, скорее рано, чем поздно, вы столкнетесь с неудовлетворенностью всем, что уже видели. Таким образом, внешние меры переживания, связанные с ним, никогда не бывают достаточными. То же самое характеризует ум и его знания. Ум с его накопленными знаниями тоже недостаточен. Жизнь превращается во фрустрацию, в постоянный поиск. У некоторых людей это выражается в постоянном желании быть где-нибудь еще. Когда они дома, они хотят пойти в ашрам. Когда в ашраме, они хотят домой. Или они сначала считают дни до поездки в Индию, а оказавшись здесь, начинают считать дни до возвращения домой. Поиск среди форм, будь то внешние физические объекты или ментальные формы, никогда не удовлетворяет. Поиски продолжаются. Хочется попробовать следующий ашрам или посетить новый ретрит где-нибудь в Калифорнии более комфортабельный. Или вы порываете со всем духовным. Духовность нет, я не хочу. Я стараюсь поменьше ссалаться на древние учения, но одно место в Упанишадах очень подходит, чтобы его процитировать. Вот несколько строк, а не о том, что ничто из того, что вы видите, слышите или думаете, не таково. Ничто в мире форм до конца не удовлетворяет. Вы ищите удовлетворение вовне, но на самом деле вы ищите себя. Только предельная истина, только тотальное бытийство не собой. И это подлинное удовлетворение, которого каждый ищет. В Упанишанах сказано «Не то, что глаз видит, но то, посредством чего он может видеть. Достаточно познать это, чтобы стать вечным брахманом, а не то, пред чем люди обычно здесь преклоняются. Не то, что ухо слышит, но то, посредством чего ухо слышит, «Достаточно познать это, чтобы стать вечным брахманом, а не то, чем люди обычно здесь преклоняются. Не то, что думает ум, но то, посредством чего ум думает. Достаточно познать это, чтобы стать вечным брахманом, а не то, пред чем люди обычно здесь преклоняются». Можно продолжать и дальше цитировать, но уже достаточно, чтобы понять, что главное заключается не в форме, оно не то, пред чем люди обычно преклоняются, не идея Бога, не думанья о нем. Главное то, что делает восприятие возможным, что делает возможным мысль. И это вечное. Где оно? Оно здесь, в виде сейчас. Оно его сущность. Вот то. Вечность никогда не покидала вас. Она сейчас. Вы и она едины. Таким образом, предельный секрет «сейчас» в том, что вы есть сейчас. Конечно, это единственное, что никогда не покидает вас, оставаясь тем же самым. Сейчас. Люди чувствуют в себе нечто очень ценное. Но в уме происходит подмена, и они смешивают себя со своей историей. Они называют это индивидуальностью, своим «я». «Я» не хочу потерять это. Есть нечто очень ценное, что я чувствую внутри себя. Происходит ложное отождестрение. Идентификация с историей. С «я», базирующимся на этой истории. Глубинное чувство «кто вы есть», оно не связано с историей вашего «я». «Я». Вы можете не знать ее, можете забыть, как вас зовут. Вы только яснее почувствуете сущность своего бытия. Чувство «я» представляет собой сумму разного рода отождествений, ментальных идентификаций. Становится понятным, почему вдруг после большой потери или смерти близкого человека кажется, что все начинает рушиться в жизни. Физические, внешние структуры и внутренние формы, система веры, истории «я» – все разлетается на части. И неожиданно начинает светиться подлинное «я». Оно было загромождено многочисленными слоями идентификаций. Внезапно они исчезли. И вы осознаете, что то, что начало светиться сквозь, есть то единственное, что давало жизнь истории «я». Что это светящееся существо есть ваше глубинное «я». Вы по ошибке принимали за себя физические и ментальные формы, потому что подлинное «я» просвечивало сквозь них. Но эти структуры не являются сущностью этого света. Он светил сквозь эти формы. Внезапно формы рухнули, и предстало во всей чистоте ваше глубинное «я» есть. Оно не является ни физической, ни ментальной формой. Оно просто необусловленное присутствие. Неожиданно все исчезло. Люди стоят посреди стихийного бедствия и говорят «Невероятно!» Откуда снисходит этот душевный покой, этот необычный мир? Они не понимают. Этот мир за пределом понимания. Неожиданно все заслоняющее глубинное «я» исчезло. Такое происходит в процессе смерти, о котором мы говорили вчера. Человек медленно умирает. Все постепенно истаивает. Но подобное может произойти и как результат присутствия в настоящем. Духовное собрание, энергетическое поле присутствия. Обусловленность теряет свою плотность и необусловленное сознание начинает светить. Вы становитесь все более прозрачными. Вы как бы умираете. Исчезает ваше ограниченное «я». Обычно люди, говоря «я», подразумевают «я» и «моя» история, обусловленное образование в пределе представляющей собой фикцию. Вы идентифицируете себя со своим «я». Когда люди говорят «я», они имеют в виду иллюзию своего отдельного существования. «Я» – сакральное слово. Но на уровне обычного человеческого сознания «я» обозначает иллюзию, которую Будда определил как иллюзию самости. Человек смотрит на мир сквозь нее. Распознавание этой иллюзии проистекает из необусловленного сознания. Иллюзорное образование не может распознать свою иллюзорность. Таким образом, распознавание становится светом, сияющим сквозь, из глубины, так сказать. Происходит распознавание иллюзии «я», основанной на истории, на формах, на уме. Иисус говорил «прежде чем был Авраам, я есть». Не прежде чем Авраам был, я уже был или я буду. Речь идет о вечном присутствии, о вечном сейчас. Упанишады говорят о том же, о немеющем формы, которая ничем не обусловлена и которая никогда не может быть познана в объект-субъектных отношениях, которая вообще не может быть познана. Вы только можете быть этим, осознаваясь, что вы есть то, но не можете узнать его способом, каким вы познаете объекты. На протяжении тысяч лет люди пытаются познать Бога как объект. Идея Бога, образ Бога, те или иные утверждения о нем. Поэтому в Упанишадах оговорится «Бог не есть то, чему люди поклоняются. Не то, что вы видите, не то, что слышите, не то, что вы думаете о нем. Не то, во что верите, потому что вера – это тоже мысль. Вы верите в Бога, но по существу вы верите в ментальный идол. Это идеология. Сегодня вы верите в Бога, завтра в коммунизм. Две идеологии. Но Бог не есть то, чему люди поклоняются. Не то, что думает ум. Не то, во что верит ум. Бог – то, что делает возможным и думание, и веру, и восприятие чувствам. Он – то, не имеющие формы, из которого возникают все формы. Таковы и ваши глубинные «Я», которые вы по ошибке путаете с формами вашей жизни. В энергетическом поле нашего зала ваша глубинная сущность высвобождается из-под нагромождения форм. Она озвучивает вас. Она узнает сама себя в том, что окружает вас сейчас. Возникает состояние пробужденного безмолвного присутствия. Если присутствия не возникает, тогда единственное, что вы можете здесь получить, – это страдания и беды. Благо духовных учений заключается в разрушении форм, закрывающих собой не имеющие формы. Учения избавляют вас от лишнего страдания. Они берегут ваше время, потому что страдание предполагает время. В конце концов, вы и так достигнете конечной цели эволюции сознания посредством все нового и нового страдания. Но в вас уже накопилось достаточно страдания. Оно привело вас сюда. Без него вы бы не пришли. Да, страдание работает, нет сомнений. Но понадобится много времени, чтобы оно окончательно завершило свою работу. В начале страдание лишь укрепляет эгоистическую иллюзию «я», повышает внутренние напряжения, усиливает плотность «я». Но рано или поздно вы подходите к точке, когда вы не можете больше переносить тяжесть своего «я», и оно саморазрушается. Гора сваливается с плеч. Человек оглядывается на пережитое и говорит «какой кошмарный сон». Он осознает, что страдание, через которое он прошел, сильно напоминает кошмарный сон, от которого он теперь пробудился. Он начинает учить других, что страдание – это иллюзия, что в нем нет никакой реальности. С того уровня сознания, на котором он теперь находится, это так. Но это не так для тех, кто еще в середине своего страдания. Конечно, вы можете превратить эту веру и проповедовать, что страдание иллюзорно. Вы можете продолжать страдать и при этом уверять «это иллюзия, это иллюзия». Как указатель, это верно. И однажды он может подвести к тому, что… Планета перегружена болью. Энергетическое поле Земли переполнено болью, порождающееся действиями человека из эгоистической иллюзии «я». Люди создают страдания для самих себя. Они идентифицируют себя со страдающим существом. Незнание, кто я есть за пределами форм – страдание. Из этого состояния сознания рождается целый мир. Из первоосновной иллюзии «я» рождается много страданий, так как эта иллюзия проникает во все, что вы делаете, о чем думаете, что переживаете. Она окрашивает и искажает собой все. Рано или поздно все оборачивается болью. В коллективном энергетическом поле планеты накопилась чудовищная тяжесть человеческого страдания. Каждый несет в себе ее часть, вдобавок к тому личному потенциалу душевной боли, что он получил еще будучи ребенком. Таким образом, внутри человека живет некое энергетическое образование. Я называю его телом боли. Частично оно персонально, потому что оно формируется в детстве, в вашем прошлом, как энергетические остатки страданий. Другая большая часть – это коллективное энергетическое поле боли, которое в человеке бессознательно. Когда случилась моя внутренняя трансформация, я понял глубинную взаимозависимость тела боли и состояние сэрэнде, тотального позволения всему быть. Корнем страдания является нон-сэрэнде, в котором человечество пребывает тысячи и тысячи лет. Больше не нужно страдания. Я заметил, что даже те, у кого получается сэрэнде, периодически переживают волны страдания. Я понял, что любой человек, он или она, разделяет общее коллективное тело боли. В пределе тело боли является собой проявление общечеловеческой бессознательности, и человек несет ее в себе. Эмоции. Энергетические потоки не могут свободно циркулировать, возникает дробление целого на части. Энергия закупоривается. Это проявляет себя как злоба или страх, или как тяжесть депрессии. Так проявляет себя энергетическое тело боли. Когда оно спит, человек может даже не знать о его существовании. Жизнь протекает нормально, вы в состоянии сэрэнде, вы можете думать, что состраданием покончено. Затем случается неожиданное событие, что-то пошло не так, или незначительная мысь вкралась в голову, стала процветать и превратилась в громадное наплыв страдания. Формы душевной боли могут быть разными. Раздражение, страх, печаль. Вы целиком поглощены этой волной. Она проникает в ум и подпитывает своей энергией ментальной структурой эго. Подпитка энергии усиливает историю «я», все ваши идентификации. Умом сформированное «я» укрепляется. Иллюзия «я» набирает сил из ваших переживаний. Мысли окрашиваются энергией страданий. Таким образом, тело боли проникает в ум, начинает управлять процессом мышления и подпитывать себя новыми мыслями, поскольку теперь каждая мысль так или иначе несет в себе частоту вибрации тела боли. Если тело боли – злость, возникают злобные мысли. Тело боли возобновляет само себя. Тело боли становится вашим «я». Вы принимаете его за себя. Вы идентифицируете себя с ним. Вы думаете – это «я». Да, это вы. Но это вы, которым тело боли владеет как вещью, так сказать. Тело боли может питаться и другими людьми. Оно не говорит об этом открыто. Оно никогда и не скажет об этом. Но оно хочет сделать других несчастными. К тому же оно хочет, чтобы другой сделал вас еще более несчастным. Обычно оно преуспевает в этом. Находясь в своем активном периоде, тело боли подпитывает себя посредством вашего ума и реакций других людей. Затем оно как бы засыпает на время, но легко просыпается, если рядом оказывается человек с активным телом боли. Одно тело боли легко может пробудить несколько других тел боли. Оно очень коварно. Можно наблюдать, как это происходит в некоторых семьях, на работе, на собраниях, митингах, везде, где люди собираются вместе. Одно тело боли в состоянии пробудить множество других, до того пребывавших в спящем режиме. Может развернуться настоящая драма. Интересно наблюдать, как это происходит. Если вы выходите из дома с активным телом боли, оно может быть активным в течение часа или весь день, или даже несколько дней. У кого-то оно активно несколько минут, и человек снова становится достаточно сознательным, без промедления распознает его и не позволяет ему поселиться в уме. Оно направляется туда. Итак, если вы вышли с активным телом боли, вы притягиваете к себе активное тело боли других людей. Они узнают друг друга. Ситуация, в которую вы попадаете, усиливает ваше тело боли. Оно к этому времени уже поселилось в вашем уме, но вы все еще улыбаетесь. Внезапно кто-то атакует вас вербально или как-то еще. Тело боли того человека заметило ваше тело боли. А вот моя пища. Вы выпутываетесь из ситуации, поворачиваете за угол, и то же самое происходит снова. Кто-то цепляется к вам. Весь мир кажется тогда враждебным, потому что другие тела боли, если только они не насытились и теперь не пребывают в глубоком сне, поскольку им больше не нужно, все другие тело боли вознают вас. Они любят встречаться и питать друг друга. У некоторых людей тело боли ассоциируется с сексуальными отношениями. Это не такая уж и редкость. Другой формой проявления тела боли могут быть отношения с родителями. Ваши отношения с мужчинами, с женщинами могут ассоциироваться с телом боли. Довольно часто люди выбирают себе партнера по совету своего тела боли. Бессознательно, конечно. Возникает влечение к человеку тело боли, которого идеально дополняет ваше. Вы испытываете притяжение, влюбленность. У вас могут быть знакомые, возможно, вы и сами являетесь таковыми, которые снова и снова тянутся к людям одного и того же качества, к людям, причиняющим им ту же самую боль. В этот раз я выберу себе партнера без тела боли, кого-нибудь более сознательного. Решайте вы и знакомитесь с вегетарианцем, практикующим медитацию. Вы уверены, что уж он-то или она должны быть сознательными, забывая, что вегетарианец может побить свою возлюбленную тоже. Вы начинаете жить вместе и неожиданно понимаете, что опять случилось то же самое. Я вышла замуж за человека того же типа. Тело боли привело вас к нему. Многие браки заключаются по этой схеме. Думали, что женившись попадут на небеса, а оказались в аду. Тело боли узнают друг друга. Но тело боли не хочет, чтобы вы распознали, что оно из себя представляет. Оно не любит света вашего внимания. Оно хочет поселиться в уме. Его цель – возобновлять само себя, используя ваш ум, используя других людей. Оно может спокойно существовать, пока вы не распознали его, пока вы захвачены им тотально. Оно тут же становится вашим «я», вашим несчастным «я». Чтобы разорвать этот порочный круг, достаточно быть пробуждённо внимательным. Осознанность либо здесь, либо её нет. В вашем случае она здесь, потому что вы пришли сюда. Это явный знак, что у вас достаточно присутствия, чтобы со всем вниманием встретиться с телом боли и наблюдать за ним. Лучше всего в момент его возникновения в виде явного энергетического импульса. Наблюдайте за ним. Возможно, вы не сможете его подавить. Да и не нужно ничего подавлять. Просто наблюдайте. Если получится, перехватите его, пока этот энергетический импульс не превратился в ваши мысли. Поймайте его, пока он ещё пребывает на энергетическом уровне и только начинает своё движение в ваш ум. У одних это будет получаться легко, у других труднее. Если ваше тело более тяжёлое и плотное, оно легко захватывает вас. Возникают тягостные мысли о том, как всё ужасно в жизни, как всё совершенно бессмысленно. Такое тело боли нелегко перехватить, потому что оно наползает медленно и только спустя какое-то время вы обнаруживаете «вот оно». А другое тело боли может вести себя подобно огню. Вы чувствуете прилив раздражения и вот оно уже здесь. Его тоже трудно перехватить, потому что почти нет промежутка между его появлением в виде энергетического феномена и превращением в мысли. Вы уже кричите на кого-то. А если вокруг никого нет, вы кричите в своей голове. Тело боли завладело вашим умом. Труднее всего поймать тело боли, если оно выражается в гневе. Потому что оно практически тут же переходит с уровня энергетического феномена на уровень мыслей и становится вашим «я». Нет времени, чтобы распознать его на стадии энергетического образования. В этом случае вам остается надеяться, что посреди происходящего каким-то образом возникнет состояние наблюдателя. В глубине тело боли скрыт свидетель присутствующий. Возможно, придется подождать, когда тело боли немного поутихнет. Затем очень быстро наступает осознанность. Чем выше ваш уровень сознания, тем быстрее вы приходите в себя. Вы вдруг осознаете, что так ведет себя ваше тело боли. Оно подпитывает себя посредством вашего ума и с ситуацией. Только что тело боли жило в вашем уме, но вот оно насытилось, его энергетическое поле ослабевает, оно начинает выходить из вашего ума, и на этой стадии вы можете начать чувствовать его как энергетический процесс. Вы не проиграли. Вы здесь. Всякий раз, когда вы чувствуете себя присутствующим, это хорошо. А в другой раз вам удастся перехватить тело боли на стадии энергетического феномена. Наблюдайте за ним. Позвольте ему быть. Вот ключ. Вы позволяете ему быть. Вы не можете ему запретить. Ключ в том, чтобы даже в этом состоянии сказать «да». Потому что так есть. Так есть, что тут поделаешь. Вот таковость настоящего момента. Вы обнимаете происходящее. Вы привносите в него состояние присутствия, состояние свидетеля. Удивительным образом вы осознаете, что даже будучи захваченными телом боли, возникает пространство вокруг него. Даже в случае злобного тела боли. Вы кричите. Вы позволяете себе быть, и неожиданно возникает пространство. Появляется свобода, когда вы видите общечеловеческий характер тела боли. Гнев, раздражение в своей сущности – тоже род боль. Эмоциональная боль – это не ваше личное, а общечеловеческое состояние. Вы видите в неперсональную природу этих движений энергии, которые мы называем телом боли. Общечеловеческая боль. Только становясь персональной, она усиливает сама себя, подпитывает себя энергией посредством истории в вашей голове, истории вашего «я», которая в своей сущности – фикция. Это иллюзия, будто данный энергетический процесс – моё личное. Когда вы позволяете телу боли быть на уровне энергетического феномена, оно утрачивает персональность. Вы понимаете, что нечто похожее происходит и с другими людьми. В своей основе то же самое. Гнев есть гнев, гнев человека. Страх есть страх, общечеловеческий страх. Печаль, угнетённость, депрессия. Общечеловеческая – печаль, угнетённость. Ничего персонального. Громадное облегчение знать, что это не «я». Я не такой. Это общечеловеческая боль, протекающая через меня. Это общечеловеческое состояние. Оно сейчас здесь. Что вы можете сделать с общечеловеческим состоянием, которое является собой следствие нон-сэрэнда в течение миллионов лет? Вы можете привнести туда сэрэнда. Тело боли возникло из-за миллионов лет нон-сэрэнда, из-за эгоистической иллюзии. А теперь вы просто привносите туда сэрэнда. Тело боли может подпитывать себя, когда поселяется в уме и притворяется вашим «я». Только когда вы верите, что это вы, тело боли питает энергией структуры, которые мы называем «я», усиливает их. Если тело боли не поднимается до этого уровня, оно не может получать дополнительную энергию. А его собственная накопленная энергия, за счет того, что вы позволили ему быть, начинает рассеиваться. Не то, чтобы вы убиваете его. Ничего не нужно убивать. Это та же самая энергия жизни. Она рассеивается и все. Гнев представляет собой громадное количество жизненной энергии, определенной частоты вибрации. Она закупорена. И вот вы принимаете ее. Вы присутствуете. Вы едины. Внезапно происходит трансмутация. Энергия боли преобразовалась в энергию боли высокой частоты, в состоянии присутствия. Энергия боли была поглощена и превратилась в осознанное присутствие. По этой причине люди с очень тяжелым телом боли получают освобождение быстрее, чем люди с относительно слабым телом боли. Кажется, что они настолько сильно страдают, что их шанс на освобождение находится не в этой жизни. И вы можете серьезно ошибиться. Мое тело боли было исключительно тяжелым. Только благодаря тому, что оно стало невыносимым, оно растворилось сразу, за одну ночь, и превратилось в сознание. Большинство людей для растворения тела боли требуется время. Это не означает, что вы не можете освободиться от страданий сейчас, потому что если вы больше не идентифицируете себя с телом боли, не считаете, что оно персонально ваше, не переживаете его, как ваше «я», если вы распознаете его, как движение энергии внутри себя, то вы привносите в него присутствие. Вы позволяете ему быть и таким образом лишаете его возможности возобновлять само себя. Трансформация начинается с этого. Не нужно ничего делать, чтобы освободиться от тела боли. Делание не освобождает. Чтобы освободиться от тела боли, нужно нечто противоположное действию – позволение. Оно предполагает, что вы присутствуете, что вы в состоянии свидетеля. Потому что если вы не присутствуете как свидетель, вы не можете позволять. Суть тела боли в том, что оно не позволяет ничему быть. Оно в своей сущности – непозволение. Таким образом освобождает неделание. Ключ в позволении всему быть. Во внутреннем мире мы можем практиковать позволения в отношении тела боли. Но можно применять этот же подход и ко внешним событиям, в которых вы застряли или которые периодически повторяются. Вы решаете переехать на новое место, другую страну, сменить партнер. И снова все повторяется. В этих случаях действие не поможет. Только позволение данному моменту быть таким, как есть. Другими словами, состояние сэренды. Перемены начнут происходить быстро. В некоторых случаях, конечно, необходимо действовать, чтобы исправить положение. Но в отдельных конкретных ситуациях вы чувствуете себя застрявшими. Вы сталкиваетесь с ними снова и снова. Они призывают вас к сэренды. Например, всю свою жизнь вы избегаете чего-то. Уходите от партнеров, где бы вы ни жили, в какие бы отношения ни вовлекались. Для событий внутреннего мира, равно как и для внешних, так как все в пределе едино, могучие силы трансформации заключаются не в делании, а в позволении. По-другому, позволение означает умение смотреть. Я пользуюсь метафорой. Не обязательно смотреть глазами. Умение смотреть на тело боли, привносить в него внимание. Чтобы дать полное внимание, нужно сначала позволить. Полное внимание и есть позволение. Сила присутствия. Вчера мы говорили, что наиболее просто полное внимание формируется, если воспринимать мир чувством. Дерево, цветок, идут люди. Дайте им все ваше внимание. Наблюдайте. Наблюдайте. Тотально позволяйте. Не нужно интерпретировать. Сейчас вы направляете свое внимание на необусловленное сознание. Бескрайняя разумность смотрит. Великая разумность действует. В китайской терминологии – это дао. Вы целиком согласуете себя с ним. Вы смотрите этой великой разумностью, и этого достаточно, чтобы инициировать трансформацию ситуации. Смотрения достаточно. Не нужно анализировать умом. Как же мне избавиться от тела боли? Как мне выпутаться из моих проблем, которые преследуют меня лет 15? Вы уже думали достаточно в течение 15 лет. Анализировали. Попробую так. Или нет, лучше так. Но вы не пробовали просто смотреть в состоянии пробужденного присутствия. Не позволяли всему быть и не наблюдали, что будет происходить. Когда я говорю наблюдать за тем, что будет происходить, не нужно понимать это неверно в смысле ожидать будущего результата. Просто смотреть, наблюдать, давать внимание, позволять быть. В этом заключена невероятная мощь. Восвобождается великая разумность, превосходящая возможности даже величайших умов на планете. Нашу сегодняшнюю встречу мы начали с рассмотрения силы незнания. Когда вы смотрите на что-то, не надо думать, что вы знаете. Когда смотрите, в том числе и на тело боли, не так уж и важно знать, на что вы смотрите. Просто смотрите. Не нужны никакие дополнительные знания. Все, что нужно, придет и сейчас. Форма может варьироваться. Внезапная трансформация ситуации изнутри нее самой. Либо неожиданная мысль, по сути она и есть осознание происходящего, неожиданное озарение. Либо какое-то внешнее вмешательство, ведущее к полному изменению ситуации. Либо спонтанный импульс изнутри вас, и вы без колебаний совершаете правильное действие. Трансформация может проявлять себя во множестве форм, но основание общее. Не вносить обусловленный ум и не пытаться с его помощью решить проблему посредством ужасно ограниченных знаний. Даже в величайших умах знание ограничено. Те, кого мы называем величайшим умом на планете, те великие люди, чьи бюсты мы устанавливаем на пьедесталах, они имели расширенный доступ к сфере открытий. Они обладали способностью пребывать в состоянии чистого внимания, чистого смотрения. Эйнштейн увидел свое открытие в виде математической формулы, которую теперь пишут на школьных досках. Формула – это продукт ума, но само озарение, снизошедшее на него, не было результатом деятельности ума. Он и другие великие умы обладали способностью смотреть. В момент озарения им открывался глубоко мистический доступ в то измерение. Можно сказать, что если вы восприняли замысел Бога, остальные детали. Другими словами, я хочу познать Бога, остальные детали. Или можно сказать, что я хочу знать, что за границами времени и форм. Все остальное – это область проявленного. Детали. Ваша сила – сила универсума у вас. Смотрите на тело боли таким способом. Все, на что вы смотрите таким способом, вы обнимаете. Смотрите на ужасные конфликтные ситуации. Мир переполнен чудовищными конфликтами. На все, что теперь будет попадать в поле вашего внимания, смотрите. Давайте свое полное внимание. Вносите пробужденность. Люди спорят. Вы сидите в комнате. Вдруг нечто начинает происходить. Возможно, спор прекратится. Или вы скажете что-то такое, о чем никто не подумал, и это решительно изменит ход событий. Может произойти все, что угодно. Вы не знаете наперед, как эта разумность разрулит ситуацию. Но она сильно повлияет на происходящее. К вам приходит возбужденный человек. Беда, такое случилось, что делать? Позвольте ему быть и дайте ему все ваше внимание. Наблюдайте, что будет происходить. Вскоре после моей внутренней трансформации, одна чрезмерно возбужденная женщина, у нее было очень сильное эго, пришла ко мне и стала рассказывать о своей драме. «Вы должны помочь мне, сделайте что-нибудь, поговорите с адвокатами». Минут двадцать я слушал ее тяжелое тело боли. Будучи целиком отождествленной с ним, она хотела, чтобы я подтвердил важность ее истории, реальность ее ситуации, серьезность ее проблем. На двадцать-тридцать минут я предоставил ей все свое внимание. Я позволил этому быть. Потом нечто подобное происходило много раз. Но тогда впервые я осознал преобразующую мощь позволения. Внезапно женщина замолчала. Обвела взглядом расположенные вокруг бумаги сотни документов, поскольку терба длилась много лет. Она посмотрела на меня и спросила, «Все это не так уж и важно, да?» «Да, не очень», — ответил я. Она посидела несколько минут и сказала, «Мне пора идти. Спасибо». На следующее утро я встретил ее. Она спросила, «Что вы сделали со мной прошлым вечером? Вчера я впервые за двадцать лет спала спокойно». Ее эго вернулось снова. Она с подозрением смотрела на меня. «Вы ведь что-то сделали со мной?» С тех пор она стала верить, что я обладаю скрытой силой. Если вы полагаете, что эта сила ваша, она очень скоро будет заблокирована. Если с этой способностью вы свяжете свое «я», эго войдет через заднюю дверь и будет гордиться своим достижением. Сегодня вечером я излечил эту женщину. Эго вернулось, что означает портал снова закрылся. Ушла открытость. Маленькое эгоистическое «я» вернулось и претендует на некое достижение. «Я» сделал это. Вы не делали ничего. Это произошло, потому что вас не было. Это произошло, потому что вы были прозрачными, открытыми, а не потому что вы были там. Вас там не было. Будьте внимательны. Маленькое «я» живет в голове. Маленькое эгоистическое образование. Оно постоянно ищет заднюю дверь, чтобы вернуться. Такое происходит даже с духовными учителями. Громадные силы действуют посредством них. И вот в какой-то момент они начинают претендовать на свою особость, на свою исключительность. Я избранный. Вы тоже избранный, но не такой, как я. Так что есть зачем наблюдать в себе. Претензии на особость, на исключительность. Каждое эго считает, что оно особенное. Мои проблемы, о, они особые, более серьезные, чем ваши. Мои знания превосходят ваши. Мое несчастье более несчастное, чем ваши. Мои болезни более серьезные, чем ваши. У вас развалилась голова? Да я хожу с головной боли уже несколько лет. Прикосновение к вечности. Сила незнания. Часть вторая. Вы уже научились новому состоянию ума. Ничего не ждать. Мы говорили о внеперсональной природе тела боль. Оно представляет собой поток мыслей. Проблема конкретного человека – это общечеловеческие проблемы. Уже легче. Ум не застревает на факте, что это моя проблема. Это проблема человеческого ума. И ума останавливается, потому что вы дали ему место. Давайте перейдем к вашим вопросам. Начнем с самой маленькой бумажки. Скорее всего, вопрос здесь короткий. Это хорошо. В процессе исчезновения эго исчезает самооценка. Нужна ли человеку самооценка, чтобы любить себя и других? Самооценка. Много людей имеют с этим проблемы. Недостаточная самооценка. Я читал, что в молодости Далай-Лама как-то раз беседовал с группой паломников Запада. Разговор зашел о заниженной самооценке. Он не мог понять, о чем идет речь. Далай-Лама переходил от одного участника группы к другому и спрашивал, «У вас это есть?» Большинство отвечало «Да». Как странно. Самооценка. Человек – единственный вид на планете, имеющий отношение с самим собой. У вас есть отношение с самим собой. Это нормально. У кошки нет отношений с самой собой. У птицы нет. У дерева. Кошка, птица, дерево, обезьяна, цветок. Ни у кого из них нет проблем с самооценкой. У самой невзрачной кошки нет проблем с самооценкой. Она не формирует образ своего «Я». Его создает ум. Ваше второе «Я» сопровождает вас повсюду. Куда бы вы ни шли, ментальный образ «Я» идет с вами. Вы восстанавливаете с ним отношения. Чаще всего вам не нравится образ вашего «Я». Могут возникнуть конфликты с самим собой. Мы называем это заниженной самооценкой. Вы можете вести диалог с «Я» у себя в голове, по разговору о вас, как о личности. Некоторые разговаривают сами с собой от первого лица, но большинство – от второго лица. Вот видишь, снова неудача. Вот видишь, ты не так хорош, как… Почему ты не? Иногда мы довольны сами собой. По преимуществу, люди не довольны сами собой. Другими словами, им не нравится умом созданный образ «Я». Некоторое освобождение наступает, когда они осознают, что это их ум создал образ их «Я». На Западе возникло целое направление нью-эйдж-тэчинг. Люди поняли, что надо что-то делать с заниженной самооценкой. Надо изменить наши мысли о самих себе, так как мысли о себе по большей части негативны. В некоторой мере этот прием помогает приблизиться к состоянию присутствия, потому что вы немного отстраняетесь и наблюдаете за своими мыслями и за тем, что вы проделываете над ними, чтобы их изменить. Появляется возможность исправить самооценку семинары, тренинги, аффирмации, визуализации и другие практики. Спустя какое-то время имидж может стать более комфортабельным для вас. Вы чувствуете себя более приемлемо с вашим двойником. Однако все в мире форм, в том числе умом созданные мысли формы, пребывают в условиях полярных противоположностей. Вы не можете все время пребывать в состоянии высокой самооценки, все время быть довольными собой. самооценка связана с тем, что произошло или что не произошло в вашей жизни. Она зависит от мнения окружающих людей. Для самооценки нужно сравнение себя с образцом. Каков мой рейтинг по сравнению с другими? Он показывает вам, на каком месте от первого до десятого находитесь вы, или, может быть, другая система классификации, неважно. Самооценка связана с умом, созданным я, который испытывает недостаток себя или который довольна собой. Но так или иначе, оно существует в полярностях. Если вы ненавидели себя, а затем целый год непрерывно проговаривали аффирмацию «Я люблю себя», «Я люблю себя», ваш дом весь обклеен маленькими стикерами-напоминаниями, вы смотрите на себя в зеркало прямо в глаза и без устри повторяете «Я люблю себя». В какой-то степени это сработает. У вас улучшатся отношения с самим собой. Но всего есть оборотная сторона. Очень трудно все время поддерживать позитив, потому что противоположное всегда готово проявить себя. Итак, чтобы сформировать отношения к себе, вы должны сравнить себя с другими. Вы оцениваете «О, я выгляжу лучше, чем некоторые», и вам становится хорошо самими собой. или «Я более образован, чем другие», или в зависимости от того, где вы оказались, вы замечаете «Эти люди больные, а я здоров». Вы постоянно сравниваете. Яга всегда сравнивает себя с кем-нибудь. Но возможно ли вообще жить без отношений со своим «Я»? Без хороших и без плохих? Да, можно быть настолько полным самим собой, что умом созданный образ «Я» исчезает. Мы собрались здесь для этого. Умом созданный имидж связан с мыслью, с непрерывным думанием. Он получает питание, он длит себя во времени посредством нескончаемого мыслительного процесса. Большинство наших мыслей о «Я». Я вступаю в отношения с умом созданным образованием, которое иногда мне приятно, но чаще неприятно. Действительно, многие живут с собой, как с кем-то, кто им неприятен, кто создает им массу проблем, кто причиняет им много страданий. он постоянно критикует их, в чем-нибудь упрекает, ему постоянно недостаточно, ему нужно больше. Человек живет с этим умом созданным, ограниченным образованием, которое постоянно атакует его. Таковы его отношения с самим собой. Вы бы никогда не стали жить с подобным партнером. Вы бы через день убежали из комнаты, не выдержав такого совместного проживания. Но именно это делает с вами ваш имидж посредством мыслей. Будь он реальным человеком, вы бы давно подали на развод. Но вы не можете развестись со своим умом. Он повсюду с вами, куда бы вы ни пошли. Он идет рядом и безостановочно критикует, возмущается, обвиняет. Это происходит из-за вашей идентификации с мыслями. У вас не получается сделать шаг назад, выйти из потока мыслей и затем наблюдать за ними. Таким образом, ваш имидж, умом созданное образование, становится частью вашей истории, вашего «я». Конфликтные отношения с самим собой могут длиться много лет. У меня были чрезвычайно болезненные отношения с самим собой. Настолько, что я не мог продолжать так жить. В то время я ничего не знал о механизмах исчезновения эго. Это просто случилось. не знаю, как это произошло, но я больше не мог подпитывать свое «я» мыслями. Умом созданный имидж растворился. «Я», с которым я не мог жить, которое было таким тяжелым, исчезло. И что осталось? «Я» от несчастного, плотного «я», основанного на истории, к которому я обычно обращался, говоря «я», я переместилась к подлинному «я», которое всегда было здесь. Присутствие. Я есть. Ничего исключительного. Обычное присутствие, простое бытийствование. Впервые я мог идти, не вступая в отношения с самим собой. Нечто драгоценное заключено в состоянии присутствия, которое за пределами слов. В буддизме это сравнивается с алмазом. Глубинное «я» не пользуется механизмом сравнения. Оно знает себя вне дуальности противоположностей, поэтому ему не надо сравнивать себя ни с чем. Его не особо волнует ни физическая, ни мысленная форма. В состоянии присутствия отпадает самооценка, вы больше не зависите от нее. То, с чем у вас были отношения, исчезло. Оно было образованием ума. Самооценка это промежуточное звено, которое на короткое время может сделать вашу жизнь приятной. Это хорошо. Через какое-то время вы начинаете чувствовать неудовлетворенность, потому потому что не получается все время поддерживать образ себя на высоте. Это утомительная работа в сети аффирмации. События жизни вторгаются и говорят вам о противоположном. Неизбежно, рано или поздно. И вдруг вы перестаете любить себя, но вы также и не ненавидите себя, потому что нет никакого я, которое нужно любить. Простое состояние бытия, которое само есть любовь, оно излучается вовне. Вы не создаете фикцию, просто состояние так есть, которое есть любовь. Вы вышли за самооценку. Теперь вы понимаете, что Далай-Лама не мог понять и что он хотел узнать у людей Запада, у которых высоко развит ум и эго. У людей Востока тоже есть эго, но у западных людей оно более развито. Восточные люди живут в окружении обезьян, у которых нет образа я, поэтому многие из них тоже его не имеют. Это что-то новое для них. Самооценка. Как странно. В моей книге есть небольшая глава о прекращении отношений со своим «я». Исчезает необходимость приводить в порядок мысли в голове, чтобы чувствовать себя хорошо. Самооценка замещается чем-то более глубоким и более реальным. Читаем следующий вопрос. Я заметил, что могу принять многое. Но есть нечто, с чем я не могу не продолжать бороться. В частности, мое тело боли борно реагирует на несправедливость любого рода. Особенно на злоупотребление силой и на жестокое обращение с животными. Люди, которые предлагают просто сидеть с книжкой в руках, не обращая внимания и не требуя прекратить безобразие, это те же самые люди. Да, хорошо. Я не буду подробно останавливаться на второй части вопроса. Достаточно, что я его прочитал. Итак, вернемся к первой его части. Реакция на несправедливость любого рода, особенно на злоупотребление силой, на жестокость к животным. Да, куда бы вы ни посмотрели на этой планете, вы заметите насилие в той или иной форме. Жестокость, несправедливость, коррупция, злоупотребление силой, направленная против другого человека в отношении детей, животных, против природы, против самой планеты. вас бы переполнило негодование, если бы вы знали, что происходит на планете в эту самую минуту, что делают люди друг другу. Это длится с незапамятных времен, со времен письменной истории и даже раньше. Куда бы вы ни посмотрели, вы обнаружите это. Бессознательность люди, тотальная идентификация себя с формой, с ментальным образом своего «я». Другие формы тем самым лишаются жизненности. В человеке из-за отождествления себя с образом «я» умерщвляется восприимчивость. Вы перестаете чувствовать, что вы причиняете другому человеку, потому что низводить его до обыкновенного ярлыка, до ментального обозначения. Вы вносите суждения человеке, формируете его образ, ярлык, и тогда возможно делать с ним что угодно, совершать любое насилие. То, что вы делаете с другими посредством концептуализации, тоже вы делаете и с самими собой. Например, террорист и уважаемый ученые, работающие на дороже массового уничтожения. Можно перечислять примеры и дальше. Почему террорист совершает убийство тысяч людей? Прежде чем сделать это, он низвел живого человека до уровня ментальной концепции. Он заменил его обозначением. Исламские террористы, речь идет, конечно, не о самой религии. Христиане делали похожие вещи столетия назад. Они убивали тех, кому ставили метку «еретик» или какую-нибудь другую, означающую «он верит не так, как мы убьем его». Террорист также ставит метку неверные, неправильно верующие на группу людей и в своем уме отождествляет их с ней. Но это всего лишь мертвое обозначение, ярлык, к которому сведены живые люди. Они превращены в ментальную концепцию под названием «неверные». А когда вы низвели живого человека до уровня концепции, вы можете делать с ним все, что угодно, и ничего не чувствовать в связи с этим. Это всего лишь небольшой пример. Чем тотальнее вы идентифицируетесь со своей формой, тем скорее вы начинаете воспринимать другие формы, как ваших врагов. Вы думаете, что с ними можно делать все, что угодно, эксплуатировать по-всякому или в страхе убить, потому что они могут причинить вам вред. Таковы последствия полного отождествления с ментальной концепцией, которую вы создаете для себя и для других. Вы перестаете чувствовать жизненность. Вы не знаете о ней, потому что переселились в концептуальную реальность. Эта концептуальная реальность черпает силы из боли, которую вы носите внутри. Тело боли усиливает и наполняет энергией безумие концептуализированной реальности. боль перетекает в нее. Любой акт насилия становится возможным. Что вы делаете с планетой? Если вы полностью идентифицированы с умом, то когда вы видите лес, тут же возникает ассоциация древесина. Затем оцениваете, сколько это может стоить. Вы смотрите на природу сквозь ментальную обусловленность. Куда бы вы ни посмотрели, вы видите, как люди проявляют свою бессознательность. Так есть. Конечно, вас это злит. Вы скорбите, вы расстроены. Это нормально. Но посмотрите глубже и увидьте внеперсональную природу того, что было ими содеяно. Не создавайте идентификацию для этих людей или для их организации, или для племени, или для религии. Не создавайте ярлыков, опираясь на проявления их бессознательности. Не говорите «вот зло, вот их природа». Это выглядит таковым на поверхности, но в своем пределе зло проявляет себя как тотальная идентификация с формой, что подразумевает полное отождествление с умом. Полное отсутствие наблюдателя, свидетеля, ни малейшего промежутка, целиком в уме. Очень соблазнительно формировать обозначение. Вы это проделываете и в отношении самих себя. В молодости, когда вы были на более низком уровне сознания, чем сейчас, вы могли совершить нечто в отношении других людей или могли не сделать чего-то, что считаете должны были сделать, в отношении своих детей или кого-нибудь еще. Одним словом, в прошлом вы сделали что-то, что теперь рассматриваете как плохое. Очень легко связать со своим «я» то, что в конечном итоге было всего лишь проявлением общечеловеческой бессознательности. Очень соблазнительно сформировать идентификацию и сказать «я сделал это». Затем это добавляется в историю вашего «я», становится частью умом созданного образа «кто я есть». Эго цепляется за все, что усиливает его идентификацию. Эго это умом созданное «я». Оно с радостью присовокупляет к себе все, в том числе вину, поскольку вина есть идентификация себя с бессознательным явившим себя в конкретных формах. Вы говорите «это я», «я сделал это». Так вы укрепляете умом созданный образ своего «я». Если человек не понимает этого механизма, ему трудно избавиться от чувства вины, от чувства «я плохой, потому что я сделал это». Он не видит, что из выражения общечеловеческой бессознательности он сформировал идентификацию для самого себя. То же самое вы проделываете в отношении других, когда вы носите суждения, кто есть они. «У у вас возникает желание бороться с такими людьми, потому что так вы будете бороться со злом. Вы начинаете плодить вокруг себя врагов, вы нападаете на них, и не отдавая себе отчета, сами медленно погружаетесь в бессознательность. Нападая на бессознательность, сами становитесь бессознательными. Она начинает проявлять себя через вас. Это не значит, что вы не должны предпринимать никаких действий, чтобы исправить положение после проявления актов бессознательности. Но внешние последствия вторичны по сравнению с корнями человеческой бессознательности, которые безусловно присутствуют в каждом из нас. Проникните к этим корням, которые не что иное, как полное отождествление с умом. Освободитесь от этого. Одновременно вы можете делать то, что вам кажется хорошим, что помогает людям. Да, но будьте внимательны и не создавайте врагов своей борьбой, так как этим вы сами погружаетесь в бессознательность. И прежде чем вы успеваете опомниться, вы начинаете делать то же самое, против чего вы боролись. Таким образом старайтесь увидеть в неперсональную природу человеческих дисфункций, человеческого безумия. Общечеловеческая обусловленность проявляет себя в таких формах на данном этапе эволюционного развития, который, к счастью, подходит к концу. Вы можете видеть это повсюду. Не делайте идентификацию не для себя, типа «это сделал я», не для других, когда замечаете проявление общечеловеческой бессознательности посредством них. В этом состоит суть прощения. Прощение означает, что вы не принимаете человеческую бессознательность за то, чем человек является на самом деле. Непрощение есть это смешение. Подлинному прощению нечего прощать. Символ Христа, распятого на кресте, заключает в себе великую мудрость. Последние слова Христа были «прости им, ибо не ведают, что творят». Он не сформировал идентификацию для этих людей из того, что они сделали ему. Они не знают, что делают. В современной терминологии означает «они бессознательны». Если бы Христос жил в наши дни, он бы сказал, что они бессознательны. Поэтому они не знают. Прощение возникает, когда вы прекращаете производить ментальные идентификаторы для людей. Вы становитесь проявлением совсем другого типа сознания в этом мире. Вашего присутствия достаточно, чтобы мир начал меняться, поскольку трансформация сознания уже происходит в вас. Непрощение очень искусительно. Это ум. Это эго. Некоторые из вас могут чувствовать обиду на своих родителей. но они тоже были выражением общечеловеческой бессознательности. У них не было выбора. Казалось, что выбор есть, но он приходит вместе с присутствием. И этот выбор в том, чтобы стать свободным от ума. Следующий вопрос. Вы говорили, что рождается новое сознание. Но старое сознание заполнило собой мир. Оно стало основой индивидуума. Я переживаю сильное состояние присутствия, находясь в этом зале, и чувствую, что тело боли может принять весьма драматичные формы. Не могли бы вы сказать несколько слов об этом? Да, с этим сталкиваешься довольно часто. Когда рождается новое сознание, вы переживаете свое тело боли более остро. Кажется, что все наваливается сразу. Тело боли пытается саботировать присутствие. Но не делайте из тела боли врага. Оно хочет вас спровоцировать. Просто наблюдайте. Кажется, что вы разом стали лицом к лицу со своей кармой. тело боли начинает саботировать присутствие, если чувствует, что может оказаться в преображающем свете сознания. Тело боли теряет свою силу, если присутствия достаточно, и поэтому оно пытается саботировать присутствие. У вас достаточно присутствия, чтобы встретить тело боли всем своим вниманием и позволить ему быть. Это сильно ускоряет преображение, которое многие сейчас переживают, особенно те, в коем состоянии присутствия возникло слишком быстро, или кто разом открыл для себя глубину того иного учения. Все учения в пределе указывают на одно и то же. С возникновением присутствия начинается трансмутация всей накопленной энергии страданий. Вы правы, это похоже на происходящее во внешнем мире. Новое и старое. Старое становится все безумней, несмотря на возникновение нового. ТВ в основном показывает проявления старого сознания. Относительно редко появляются репортажи об освобождении от ума. Мое учение представлено на национальном телевидении в Канаде. Иногда еще в новостях бывает упоминание минута на три. Весь остальной эфир отдан положению на Ближнем Востоке. Об убийствах там или здесь. И вдруг среди них учение. Как оно оказалось в новостях? Невозможно представить, чтобы пару лет назад это было бы темой для новостной передачи. Мне всегда говорили, что я андеграунд. Все происходило вдали от майн стрима. И вот теперь стало периодически появляться и в масс-медиа. Конечно, редактора ломают голову, достойны ли такие новости упоминания. Кто этот учитель, останавливающийся ум богатых известных. О, да, в такой подаче это новость. Продюсер знает, что делает. Он знает, как этим крупицам информации проникнуть в эфир. В противном случае босс не позволит им быть вовсе. Теперь учение не тотально в андеграунде. Оно стало альтернативой человеческого существования. Безумие по-прежнему здесь, несмотря на то, что новое сознание уже возникло. Волна безумия идентификации с умом многократно усиливается телом боли. Очень разрушительная волна. Человек страдает все больше и больше. Именно по этой причине становится возможной трансформация. И она ускоряется, если попадает в свет присутствия. Тело боли не может быть преображено, пока не попадет в свет присутствия. Но тело боли не хочет. Я говорю о нем, как о неком существе. Это, разумеется, лишь точка зрения. Тело боли саботирует. Оно заинтересовано по-прежнему питаться вашим умом, становиться сильнее. Оно не знает, что во многом оно стремится взрастать, потому что в глубине себя хочет быть трансформировано. Саботирует присутствие в действительности, желая раствориться, преобразоваться в сознание. Периодически вы сталкиваетесь с всплесками боли и безумия в своей жизни. Что вы можете сделать? Просто быть по мере возможности и наблюдать. Временами вас будет захлестывать, вы будете терять себя. Это нормально. Это часть процесса. Затем вы снова будете просыпаться. Возможно, в следующий раз состояние присутствия сохранится, когда другая волна прокатится по вам. Даже если в состоянии свидетеля отступает куда-то далеко на задний план, волна схлынует быстрее. Если же вообще нет никакого присутствия, волна поселяется в вас и долго живет там. В присутствии свидетеля оно может переживаться очень остро. Вы ощущаете ее как движение энергии сквозь вас, возможно, начать трясти от гнева или страха, но вам следует принять ее. Сэрнда ее. Страшно, но вы позволяете всему быть, несмотря на то, что все тело дрожит. можно сказать, что вы начинаете страдать сознательно, позволяя болезненному движению энергии быть. Необходимо обладать неким запасом сил, чтобы принять страдание, и тогда оно перестает быть страданием, просто боль. Страдание подразумевает наличие я со своей историей, наличие активности ума, основанное историей. Теперь же вы понимаете, что боль – это всего лишь движение энергии. Ничего персонального. И это не вы. Те из вас, кто остро начали осознавать свое тело боли, приветствуйте его. Если вы потеряете себя в нем, ничего, так есть. В другой раз получится наблюдать, как все происходит, и принять. Следующий вопрос. Благоприятно ли жить в монастыре во время изучения практики присутствия? Если да, то не могли бы вы порекомендовать какой-нибудь? Я был в нескольких монастырях. Люди везде сталкиваются с теми же самыми проблемами, будь то в монастыре или в миру. Те же самые конфликты. Та же самая борьба. В атопических коммунах под поверхностью вы можете обнаружить все, что и в других сообществах, когда люди собираются вместе. Вы можете доехать в монастырь или в ашрам и учиться сэрэнде там, но вы можете учиться тому же самому у себя дома. Не важно, где вы сэрэнде. Конечно, полезно находиться среди людей, которые уже прошли трансформацию, и вошли в присутствие. Атмосфера общения, слушания разговоров, которые ведут люди в состоянии присутствия. Невольно и вы настраиваетесь на это состояние. Меня иногда спрашивают, когда вы откроете свой центр. Обычно отвечают «Возможно, это и произойдет, кто знает, но пока нет». Пока люди не освободились, они приносят свои структуры ума в любое сообщество, даже если ими движет желание освободиться от этих структур. Они повсюду носят их с собой. Есть много примеров, когда идеалистические сообщества очень быстро деградировали до состояния, которое мы наблюдаем и во внешнем мире, хотя намерения были хорошими. Коммунизм. Намерения хорошие. Равенство, справедливость, отсутствие собственности. Замечательно. Революционеры думали, что решение заключено в создании надлежащей организации, в создании правильной социальной структуры. Не учитывая при этом, что все, что вы делаете, является отражением вашего сознания. Коммунисты, желая построить лучший мир в своих странах, стремясь достичь свою проекцию в будущем, убили миллионы человек. Рефлика из зала. Зачем же они сделали это? Чтобы достичь свое будущее. Их спасение располагалось в будущем. Настоящее было средством попасть туда. Если настоящее становится средством достижения ментальной проекции в будущем, оно превращается в ад. Вы это можете проделывать над собой на персональном уровне, либо коллективно, объединяясь в группы для достижения своих проекций в будущем. «Я бы порекомендовал вам посетить несколько монастырей и посмотреть, как там идут дела. Поезжайте и посмотрите, что вы будете там чувствовать. Буддийские, индуистские, христианские общины. Не важно. Собираюсь ли я создавать свой центр? Не знаю. На что он будет похож? Не знаю. Не будет ли он еще одним выражением эгоистического безумия? Кто знает? Сэрэнде там, где вы находитесь. Это и есть правильное место для практики сэрэнды. Такова первичная истина. Не ищите более благоприятной ситуации, чтобы приступить к сэрэнде. Ваша внешняя ситуация, скорее всего, начнет меняться, если вы сэрэндой сейчас. Если присутствие возникнет сейчас, то все вокруг начнет преображаться тоже. Но ставить изменения внешних обстоятельств предварительным условием, чтобы затем приступить к практике, это ложный путь. Где бы вы ни находились, в каких бы условиях ни пребывали, сэрэнда там. Не ждите, чтобы поменялись условия, не ищите другого места. Тотально встраивайтесь в то, что есть. Кто знает, возможно, ашрам вырастет вокруг вас прежде, чем вы заметите это, особенно здесь, в Индии. Нужно просто сесть под деревом. Если вы в состоянии присутствия, конечно, многие могут только делать вид. Я знал многих, кто притворялся, потому что это был их способ жить. У них бы это не прошло на западе, потому что настоящего или нет, вы все равно там не получите признаний. Но здесь вы сидите под деревом или в канаве, кто-нибудь обязательно наткнется на вас, кого-нибудь привлечет ваше состояние сознания, он начнет приносить еду. Затем, года через два, присоединится еще кто-нибудь. Затем еще. Вот уже несколько человек сидит под деревом вокруг вас. Незаметно возник маленький ашрам. Такое может произойти только на Востоке. Это прекрасно. Никаких структур. Никто не проводит совещаний. Так, давайте обсудим. Вы будете отвечать за это, вы за то, теперь за дело. Здесь все органично обретает свое бытие. Минимум эгоистического вмешательства. Конечно, некая доля эго присутствует и здесь, куда от него деться. Если вам не повезет, к вам приедет человек с запада и напишет о вас книгу. Затем повезет вас на запад, и там начнутся ваши проблемы. Конечно, это шутка. Безусловно, духовная суть этой страны распространилась ныне по всему миру. Индия подобна семени, которая затем подхватывает ветер и разносит по свету. Древняя мудрость, копившаяся на протяжении тысяч лет, сегодня изливается повсюду. В наши дни это происходит все интенсивнее, потому что такова эволюционная стадия на планете. Но тысячи лет шла подготовка к этой трансформации сознания. Когда-то я читал книгу Пола Брентона «В поисках секрета Индии», в которой он впервые знакомил западного читателя с Раманом Ахарши. В предисловии автор прилагал много усилий, чтобы убедить читателя, что Индии есть что предложить Западу. Книга была написана где-то в 1930-х годах. А теперь вам не понадобится никого убеждать. Или возьмите такой странный феномен, возникший совсем недавно, западный духовный учитель. Неслыханно. Их не было со времен Средневековья. Последними духовными учителями в Европе были христианские мистики. После них наступил период религиозных институций к исподству ума. Конечно, периодически то тут то там встречались отдельные просветленные, но их быстренько убивали или заставляли замолкнуть. А теперь повсюду можно встретить западных духовных учителей, хотя по-прежнему духовный учитель остается не имеющим смысла словосочетанием. Если вы на вопрос «Как вы зарабатываете себе на жизнь?» ответите «Духовностью» люди удивятся. А что это такое? И все духовное присутствие на западе растет. Многие последователи получили духовные семена отсюда. Я в свое время случайно соприкоснулся с индийской философией, а затем сознательно стал искать выражения индийской духовности. Книги Рамана Махарши Джеду Кришнамурти. С их помощью я узнал, что произошло со мной. У меня моментально становилась глубокая связь с ними, если не сказать единство. Меня часто спрашивают, был ли я в Индии, и очень удивляются, когда я отвечаю «Нет, я никогда не был там». Что вы духовный учитель и не были в Индии? Я ношу Индию внутри себя, поскольку она репрезентирует внутреннее измерение человека, а запад репрезентирует внешнее. Я всегда чувствовал притяжение к востоку. Я никогда не чувствовал себя западным человеком, особенно после трансформации. Индия внутри. Это не значит, что в этой стране нет проявлений человеческого безумия. Оно универсально по всей планете. Конечно, человеческое безумие проявляет себя в различных формах и здесь. Это универсально. И тем не менее, Индия остается колыбелью трансформации сознания. Вопрос. Внимание к сопротивлению своему присутствию в состоянии растворить это сопротивление и присутствие будет взрастать. Что может растворить сердцевину нашего Я, чтобы оно постоянно не продуцировало волны сопротивления? Можем ли мы исследовать природу сознания, которое для этого необходимо? Что может растворить сердцевину Я, чтобы оно постоянно не продуцировало волну сопротивления? Что является сердцевиной Я? Ментальные структуры, движение мыслей, ментальный образ Я, который суть накопленной содержанием ума плюс тела боли, все вместе составляет сердцевину Я. Как это может раствориться? Очень просто. Сэрэнде прямо сейчас. Сэрэнде это очень легко, очень просто. Принять все формы, в которых настоящий момент проявляет себя. Я не сможет выжить, если вы сэрэнде то, что есть. Тело боли не сможет самовозобновлять себя, когда вы принимаете факт, что это тело боли и оно таково. Я не призываю практиковать сэрэнде 24 часа в сутки. Делать что-то 24 часа в сутки – о, нет. Однако это нетрудно, это всего лишь настоящий момент, вам нужно принять его. Только это, какой бы форму он не принял, это сейчас. Вы встречаете его своим сэрэнде. Вы не сможете делать сэрэнде 24 часа в сутки. Это станет большой проблемой. Но быть сейчас, быть этим сейчас, единственное сейчас. Ни эгоистическое я, ни тело боли не выживает в сэрэнде. Может возникнуть вопрос, сколько это займет времени, прежде чем сердцевина моего я и мое тело боли растворяться? Этот вопрос подразумевает, что ваши сэрэнде еще не полная. Разве данный момент так уж плох, что вы все время ощущаете потребность попасть в будущее, где вы достигнете определенного состояния? Осознайте благодать и глубину того, где вы сейчас. Только посредством сэрэнде вы можете осознать, кто вы уже есть. Вы больше, чем любая ваша эгоистическая мечта. Вы уже больше, чем любое ваше эгоистическое достижение. Сейчас вы уже таковы. В какой-либо точке будущего вы не будете ближе к Богу, чем вы уже есть сейчас. На глубинном уровне своего бытия вы есть Бог, и вы не будете к нему ближе, чем сейчас. Вы настолько близко, что вас не двое, и никто не ближе к Богу, чем вы. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт Портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня, а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!